Надежда, вижу, открыла микрофон. Давайте, Надежда. Я хочу поделиться, почему я в АПЛ. Я примерно год назад пришла в АПЛ по приглашению моего спонсора Романа Корнева. До этого я год тому назад слышала, когда еще только вошла компания в Америку, но я тогда не разбиралась, мне было очень, не хочу такие слова говорить, но не верила. Почему? Можно такие слова говорить? Все скептики здесь, все, кто здесь сегодня присутствуют на этой школе, все, включая меня, были скептиками и хотели проверить на себе. Да-да, мы вас слушаем. Да-да, так вот. И я начала очень щепетильно анализы все делать, проверять. Когда он меня попросил, ему пришлось долго ждать, две недели, я все была занята. А потом он говорит, Надежда, я уверен, когда вы проверите маркетинг-план, вы не останетесь равнодушны. Ну тогда я уже вздох сделала, думаю, ну тут уже надо что-то делать, отвечать надо. Вот так вот я зашла, потом начала смотреть веб-сайт. Я постараюсь коротко. Веб-сайт, все посмотрела, мне понравилось, потому что я знаю другие компании, веб-сайты просто, ну очень тяжелые. И они, как бы, хочешь что-то найти, ну непрофессионально сделаны здесь, очень профессионально. И я начала потом искать, что они продают, посмотрела, и посмотрела состав ингредиентов. Это то, что мне как раз надо было, я покупала в разных компаниях, там нету, то туда идут, допустим, грибшитаки, там где-то содержится, или еще какие-то препараты такие. Ну и я дальше начала искать, в чем же этот продукт, как его запаковали, в капсулах, в таблетках, а я уже от всего устала. За все эти года я понимала, что мне это надо, поддерживать здоровье, но я просто уже изнемогала от этих капсул таблеток. И вдруг я смотрю, леденцы, я заинтересовалась, я тут же Роману говорю, мне нужно подписаться. Я даже не просила пробовать, некоторые люди, я вот сначала попробую, я покупать не буду, подписываться не буду, а я просто уже увидела, потому что уже, как бы, много лет всю эту продукцию изучаю, растения, натуральное все. И поэтому мне легче было принять решение. Понятно, то есть вы пришли сначала на бизнес, получается, потом только изучали продукцию? Не-не-не, я на бизнес не собиралась, вообще не думала. Я на продукцию, мне нужно было здоровье. В тот момент, мне только в сентябре сделали уколы в руки, у меня Carpal Tunnel синдром был. А в январе мне назначили операцию, еще сделали, вот нервы все проверяли, все с работой связано было. У меня очень много было проблем. У меня в 19-м году я упала в магазине, как упала, там было масло разлитое и мокрый пол. И я наступила, и у меня ноги вот так разъехались. И, в общем, два колена я и плечо порвала, как называется? Связки. Связки, да. Спасибо, связки порвала. В общем, два года дело длилось, мне сказали, что не надо лойера нанимать. А два года прошло, они говорят, а вы не наняли лойера, все, мы дело закрываем. И я останусь, а тут мне операцию назначают. А через все это я прошла, у меня сердце стало болеть. Назначили сердце, ну, хотели операцию на сердце мне делать. В общем, на руках, на коленках, на плече. Я в инвалидной коляске была, ну, я не могла ходить. Очень много проблем у меня. Бедро у меня с детства, нога одна короткая, я упала в детстве. И мне подкладку, и всякие обуви. На одну коленку 300 долларов, на другую коленку 300 долларов. На обе ноги особые ботинки. Очень дорого платила, копей только. Вот, и, в общем-то, и спина у меня, позвоночники, диски все стирались. Я была просто в ужасном состоянии. А теперь как вы себя чувствуете? Меня сняли с диссабилити. Вау! В январе мне сказали, что мы не понимаем, что произошло. Но, вы понимаете, у вас очень тяжелое состояние было, вам обязательно на руках надо было делать операцию. И когда они сделали в январе еще, как бы, перед операцией, MRI, все тесты, врач говорит, вам не нужна операция. Я так смотрю на него. Вы знаете, у меня какое состояние было внутри, когда я услышала это? Говорит, я не понимаю, в чем дело, что вы делали, вам операция не нужна. А у меня внутри, как будто, вы знаете, на поле выйдешь, цветочки, расцвели, красота такая, вот такая радость у меня хватила. Думаю, что это работает. Потом начало у меня дальше. Но у меня постепенно, у меня каждый раз что-то такое. Сначала я спать. Через сразу же первый, у меня слепап не было. Мне аппарат прописывали, чтобы дышать кислородом этим, я отказывалась. Я всю жизнь боролась. Искала все натурально. В общем, я уснула. Я дышу нормально. У меня была астма, у меня много операций на лице было. У меня гайморит эта операция, аллергический ренит. Я страдала очень сильно в моей жизни. И вы понимаете, и сейчас, вот я вчера была у врача. Я здоровый человек. У меня анализы все крови снимали. Холестерола нет. При сахарном диабете ушел. Вы знаете, когда я это говорю, у меня аж трудно самой. Ну, как бы. Здорово, Надежда. Я понимаю, у вас сейчас вот так прет, как говорит молодежь. Хочется все рассказать. Спасибо. Единственный у меня к вам вопрос. Вы свои результаты, видео какое-нибудь записывали? Какую-нибудь нашу группу выставляли? Видео не выставляла.